Сегодня тема нашей программы – тропы. Троп в переводе с греческого означает «поворот», оборот речи. Это переносное именование с одного предмета, явления, процесса, свойства на другой. К тропам относятся, например, ирония, аллегория, олицетворение. Ирония – это тонкая насмешка, скрытая учтивой формой выражения. Михаил Ломоносов писал, что ирония иногда состоит в одном слове, когда малого человека атлантом или гигантом называют, бессильного – самсоном, а скариного – авесоломом. Ирония в переводе с греческого означает «притворство». Это троп, заключающийся в намеренном употреблении слов, словосочетаний, предложений или более крупных отрезков текста в смысле абсолютно противоположном буквальному. Ироническая окраска понимается читающим или слушающим за счет владения фоновыми знаниями, то есть знаниями ситуации, культурных или иных реалий, а также с помощью интонационных и других способов подчеркивания автор противоположного смысла. Следующий троп называется «аллегория». В переводе с греческого это «иносказание». Если Фемида слепа, а ее слуги оборотни в погонах, можно ли взять правосудие в свои руки и расстрелять мэра города? Так анонсировали фильм под названием «Самосуд». Видите, «иносказание» представляет собой четко очерченный, законченный художественный образ, условно передающий какую-либо мысль, идею, переживание. Еще один распространенный троп – это олицетворение. Его суть заключается в том, что при описании неодушевленных предметов, явлений или животных, они наделяются человеческими чувствами, сознанием, речью. В отличие от метафоры, «иносказание» представляет собой четко очерченный, законченный художественный образ, условно передающий какую-либо мысль, идею или переживание. Проклятие Александра Абдулова, почему смерть шла за ним по пятам? Использование слов, фраз и выражений в переносном, образном или иносказательном смысле позволит сделать нашу речь более запоминающейся. Пусть наша речь будет безупречной. До встречи!